Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Главные новости страны и Чувашии в материалах журналистов национального телевидения. Большой вклад в жизнь города. Сегодня в торжественной обстановке поздравили почетного гражданина Чебоксар. Знания, умения, навыки. Кто прошел квест финансовой грамотности? Творчество на стене. На здании педуниверситета появился стрит-арт. Чебоксары признан городом с очень высоким уровнем устойчивого развития и вошел в топ-15 наиболее экологичных административных центров российских регионов с наивысшей ЕСГ оценкой. Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в своем исследовании дали комплексную оценку экологических, социальных и управленческих аспектов развития российских городов. Хорошие оценки ставили за низкие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, обилие зелени и высокие расходы на охрану окружающей среды. Высокое место столицы в рейтинге во многом способствует реализации одного из шести проектов фронтального развития Чувашии – «Волгоэкологический прорывной регион ЕСГ», в рамках которого запланировано создание собственного карбонового полигона в акватории водохранилища Чебоксарской ГЭС. По инициативе главы Чувашии Олега Николаева подписано трехстороннее соглашение с Республикой Мордовия и Ульяновской областью по вопросам, связанным с созданием карбоновых полигонов. По правой стороне улицы Гражданской полностью уложили технический слой асфальта и приступили к финишному. Как только сделают финишную и тротуарную сеть, перекресток откроют. Улицу будут запускать частями. К первому сентября, по словам главы администрации города Дениса Спирина и подрядчика, планируют запустить движение по правой стороне. Горожан уверяют, что работы ведутся в установленный срок. Продолжается асфальтирование тротуарной сети. После того, как она будет готова, планируется установка остановочных павильонов и запуск движения. Чебоксарское троллейбусное управление продолжает работу по монтажу контактной сети на улице Гражданской. Для того, чтобы к сдаче правой стороны дороги запустить общественный транспорт. Здесь будет ходить 17-й троллейбус в сторону Чапаевского поселка. Обратно в СЗР по улице Энтузиастов. В настоящее время смонтирована контактная сеть от улицы Фруктовая до улицы Грассиса. Остался буквально небольшой участок в протяженности 1 километр. В течение недели-десяти дней планируем данные работы завершить. Работы ведутся уже и на противоположной стороне перекрестка. Дамир Хантемиров, Юрий Марков, Павел Иритков, Республика. Почетный гражданин города Чебоксары. Это звание ежегодно присваивается тем, кто внес большой вклад в жизнь столицы Чувашии. В этом году высокой наградой удостоилась Елена Бадаева. Сегодня состоялось торжественное награждение. Название «Почетный гражданин города Чебоксары» претендовали три чебоксарца. По результатам голосования на портале «Открытый город» победила и стала почетным гражданином города Чебоксары Елена Бадаева, генеральный директор Чебоксарского хлебозавода номер один. Эта награда относится не только ко мне, и не схожу в мою личную награду. Эта награда относится к моему любимому коллективу, трудовому коллективу, который многие годы предприятием мы держим в передовых рядах. Без помощи коллектива мы никогда этого не добились бы. Спасибо за признание. Мало кто не слышал в Чебоксарах о Елене Бадаевой. Каждый из нас покупал хлеб в магазинах первого хлебозавода «Калач». Руководит предприятием Елена Игнатьевна уже 37 лет. Работа на хлебозаводе стала делом ее жизни. С кандидатурой и со своим мнением в отношении Елены Игнатьевны я определился сразу. Поэтому для меня этот выбор достаточно был прост. Поскольку прекрасно знаю ее биографию, ее вклад, который был внесен в жизнь и города, и республики. Человек энергичный, целеустремленный, много сделала для жителей республики и города Чебоксара. Депутат госсовета, человек, который с сердцем, с трудом работает во благо нашей республики. Потому что это огромный труд, огромная работа, коллектив огромный, который она поддерживает. И в течение стольких лет она всегда была на первых ролях. Успеха всегда достигают те, кто по-настоящему любит свое дело. Уважаемая Елена Игнатьевна, вы сегодня получили признание со стороны горожан и заслуженно получили звание почетного гражданина города Чебоксара. Несомненно, ваш жизненный путь, трудовой путь, говорит о том, что вы очень, скажем так, жизнелюбивый человек. Человек, который всецело отдается своему делу. Елена Юрьевна является и почетным гражданином Чувашской республики. Милиана Алексеева, Алексей Зотиков, Павел Редков, Республика. Представить себя в роли министра финансов, разгадать головоломки и ребусы. Такая задача была у детей в центре Эткер. Там прошел квест по финансовой грамотности. Подробнее в репортаже Инессы Потаповой. Карманные деньги сейчас есть практически у каждого школьника. Но не каждый знает, как правильно ими распоряжаться. Во время квеста дети учились экономить финансы и знать им цену. И что самое главное, закрепить полученные знания на практике в игровой форме. Квест по финансовой грамотности разработали наши педагоги, наши методисты. Сегодня в нем принимают участие ребята, которые отдыхают в лагере. Лагерь у нас, можно так сказать, интернациональный. Здесь ребята из Чувашской диаспор, председатели Чувашской диаспор, Тюмень, Самара, Ульяновск, Татарстан. Наши ребята из муниципалитетов Чувашской республики. И ребята из города Побратима, город Торрес, Донецкой Народной Республики. Дети разделились на команды и отправились по определенному маршруту. Цель – пройти все восемь станций и набрать наибольшее количество баллов. У нас первая станция была. Мы решали, что мы будем делать, если станем мэром и так далее. То есть, на самом деле, тут мы очень много вариантов накинули. То, что в сады исправим, будут еще лучше. Потом школы, учителям побольше зарплаты, пенсии. Подушка финансовой безопасности, семейный бюджет, ребусы-головоломки. Каждая станция таила в себе множество загадок. Слова здесь дошифрованы рисунками, либо какими-то знаками. Вам необходимо будет в тишине всего поставленного времени решить головоломки. Игра позволила раскрепостить ребят и вовлечь их в удивительный мир экономики и финансов. Сделать более насыщенными и увлекательными стартовые шаги в этой области. Тут разные конкурсы. Кроссворды разгадывали, купюры угадывали, откуда они были, где они были созданы, где были написаны, напечатаны. В результате квест-игры дети закрепили полученные знания в области финансов, приобрели умения зарабатывания денег, навыки командной игры и получили призы. Подобные мероприятия в Эдкере проводятся постоянно. Среди них чемпионаты и викторины по финансовой грамотности. В октябре здесь вновь откроется профильная смена «Страна-финансия». Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика. Берегись огня. Из-за жары в четырех районах Чувашии объявили наивысший, пятый класс пожарной опасности. Это в Козловском, Урмарском, Яльчикском и Янтиковском районах. Еще в 12 муниципалитетах установлен четвертый класс пожарной опасности. По данным МЧС по республике, с 18 по 26 августа из-за установившейся в регионе жары увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров и возгораний сухой травы. По данным синоптиков, в ближайшую неделю температура воздуха в республике составит от плюс 24 до плюс 30 градусов. Дождей по-прежнему не предвидится. С начала года в Чувашии зарегистрированы 73 случая возгорания сухой травы и 8 лесных пожаров. С 28 августа в республике запрещается посещать леса из-за высокой пожароопасности. Запрет вводит Минприрода Чувашии. Он будет действовать до 17 сентября. В преддверии нового учебного года вопрос безопасности на дорогах около образовательных учреждений стоит как никогда остро. Рабочая группа «Партия Единая Россия» и представители ГИБДД по Чувашии проверили пешеходные переходы у 40-й и 41-й школ города Чубаксар. Главная задача взрослых – обеспечить безопасность передвижения детей до школ и обратно. Ежегодно проводится инспектирование и проверка пешеходных переходов на их соответствие стандартам безопасности. В первую очередь проверяют наличие дорожных знаков, правильность нанесения разметок, наличие искусственной неровности и насколько правильно установлено освещение. В регионном деревне «Партия Единая Россия» традиционно перед началом учебного года создается рабочая группа по мониторингу безопасности пешеходных переходов в социально значимых объектах на территории Чувашии. Традиционно в августе месяце выезжаем совместно с специалистами на объекты, совместно с депутатским корпусом и смотрим, как организованы пешеходные переходы. Обустройство пешеходных переходов – это важная часть работ. Обеспечение пешеходов специальными светофорами позволяет предупредить водителя заранее не только знаком, но и мигающим сигналом. С 2014 года действует новый стандарт по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. С 2014 года по настоящее время все пешеходные переходы города приведены в соответствие. Осталось одно мероприятие – это обустройство светофорными объектами Т7. Это желтый мигающий сигнал, обозначающий границу пешеходного перехода для дополнительного оповещения водителя, что вблизи пешеходный переход. Ограничение скорости на таких участках – 40 км в час. Снизить ДТП еще поможет внимательность и ответственность каждого из участников дорожного движения. Дамир Хантемиров, Юрий Марков, Республика. Потеряла коляску с ребенком и сообщила о его похищении. В Чебоксарах сотрудникам полиции пришлось разыскивать и пропавшую коляску, и беспечную маму, оставившую малыша своей нетрезвой подруге. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Почувашия. Это видео появилось вечером 17 августа в социальных сетях. Прохожие, которые возмутились поведением дамы с коляской и выложили видео в интернет, не знали, что предшествовало этому шокирующему променаду по набережной. Около 16 часов дежурную частью МВД России по городу Чебоксары поступило сообщение о том, что у женщины похищен ребенок в коляске зеленого цвета. Эту коляску сотрудники Центра управления нарядами быстро обнаружили по камерам аппаратного комплекса «Безопасный город» и направили туда ближайшие наряды полиции. «Расскажите, что произошло? Почему вас задержали? Что случилось? Почему задержали вас? Еще раз. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Что случилось? Расскажите, полиция, экипаж, почему вызвали? Слушай, я тебе сейчас... Катившая коляску с малышом женщина не могла адекватно объяснить, кем ей приходится этот мальчик. Ребенок в сопровождении социальных работников был помещен в детский медицинский центр. Маму-карапузу нашли полицейские, но сына ей сразу не отдали. Оказалось, жительница Шумерли вместе со старшей дочерью отошла к аттракциону на Чебоксарском заливе, оставив коляску с 11-месячным сыном своей подруге, несмотря на то, что та находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не обнаружив приятельницу по возвращению, сообщила о пропаже ребенка. В отношении беспечной мамы малыша составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а на ее подругу – за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Ранее семья из Шумерли на учете не состояла, но теперь повышенное внимание органов профилактики ей гарантировано. Вся красота города во взмахах кистью и слоях красок. В Чебоксарах прошел пленэр, приуроченный ко дню столицы Чувашии. В течение трех дней его участники писали архитектуру зданий, пейзажи и портреты. Красная площадь, речной порт, залив и виды на Волгу – лучшие места для творчества. В последний день пленэра участники вышли в сквер Константина Иванова. Здесь собрались как художники-любители, так и профессионалы. Такой пленэр проходит уже пятый год. Николай Федоров не пропустил ни одного. Как говорит, его вдохновляет лазурная гладь Волги, исторические здания и, конечно, люди, которые находятся в таком же порыве творчества. На пленэр это не просто важно, это обязательно надо выходить, потому что именно на пленэре живые впечатления, живой свет настоящий, настоящие люди, где все по-настоящему, а не из картинки, не из плоского изображения, а все объемно, все 3D в реалии. Линия за линией, набросок за наброском, на холстах художников появляются черты церкви Успения Пресвятой Богородицы и Чувашского драматического театра. В сквере также организовали выставку лучших планерных работ 22-го года. Спасибо вам большое за то, что вы увековечиваете историю Чебоксан, за то, что вы делаете этот мир ярче, насыщеннее, а для этого нам нужны декорации. Вот здорово, что есть люди, которые действительно трепетно к этому относятся и могут переложить частичку своей души через восприятие на холст. Именно художники – те люди, кто фиксирует изменения города, зачастую не видные глазу обычного человека. Более того, они вкладывают в картины свои эмоции, которые потом рассказывают историю Чебоксар. И это фиксация, фиксация момента здесь и сейчас. Эмоции, любви. И сейчас вот мы попросили и договорились сделать, наконец, хороший каталог, хороший альбом тех работ, которые были сделаны в течение пяти лет, и мастерами, которые приезжали из разных регионов и городов, нашими ребятами, нашими художниками. Я думаю, что на следующий год мы с вами уже наглядно увидим, как поменялся наш любимый город. Также участникам «Пленеры» вручили благодарности за творческие успехи и популяризацию изобразительного искусства. Лучшие работы «Пленеры» представят на итоговой онлайн-выставке 21 августа на официальном портале города Чебоксары. Анна Сентовская, Анна Филиппова, Святослав Петров, Республика. Выпускник Чуварского государственного педагогического университета имени Яковлева Алексей Чернов в числе победителей отборочного этапа фестиваля «Стрит-арта» Приволжского федерального округа «Форм-арт». Он начал создавать масштабный стрит-арт на одном из корпусов ВУЗа. Изображение появилось на фасаде здания по адресу Президентский бульвар 19. Фестиваль «Форм-арт» проводится уже третий раз. В этом году основная тема конкурса «Сквозь время». Чувашию представит Алексей Чернов с работой и творчеством. В его граффити отражены античные народные темы, изображены художники и музыканты. Это первое в Чебоксаре граффити такого масштаба. Я как дизайнер решил, что вот эти изображения будут здесь уместны. Постарался наиболее красиво и приятно их расположить. Подобрать цвета, чтобы все сочеталось по композиции, по цветам. Самое важное в такой работе – это пропорционально перенести картинку с бумаги на стену. В этом нам помог проектор. Организаторы мне помогли его найти. Привезли, когда в темное время суток, получается, переносили картинку. Я заливал черным цветом фон. Там, где будут цвета, я закрашивал все белым. Вот, сейчас уже накладывается этап. Работа длится уже в течение восьми дней. Основные этапы пройдены. По словам участника, для ее завершения потребуется еще два-три дня. За все время было использовано около пятидесяти баллончиков краски. Работа проходит на вышке и требует полного внимания. Художник не раз спускается, чтобы увидеть работу со стороны. Переделывает заново. Для точной передачи части портрета в композиции ему потребовалось четыре попытки. Эскиз проекта Алексей разрабатывал самостоятельно. Он очень ответственно подходит к своей работе. И вот даже на конкурс он представил два эскиза. Вот один из эскизов вышел победителем в конкурсе. В задумке автора – гипсовая голова, изображение гипсовой головы. Ну, как мы понимаем, объем гипсия передать достаточно сложно. Это на маленьком формате сложно. А представьте, на огромном фасаде, там размер этой головы, где-то порядка 12 метров, на таком масштабе выявить объем предельно сложно. После завершения всех работ в октябре будет объявлено общественное голосование. По итогам определяют лучшие работы. Победитель получит грант 200 тысяч рублей. За второе и третье место – 150 и 100 тысяч рублей на развитие творчества. Алексей верит, что это не последняя его работа такого масштаба. Анастасия Ушакова, Елизавета Цветкова, Павел Иритков, Республика. В администрации города Чебоксары состоялась встреча со спортсменками, которые будут бороться за титул чемпиона мира среди профессионалов кикбоксинга. Они поделились своими эмоциями перед важным боем. Встреча началась со взвешивания участниц. По традиции, эту процедуру проводят за сутки до боя. После взвешивания девушки вступили в психологическую борьбу. Устроили дуэль взглядов – фейс-ту-фейс. В борьбе за пояс чемпиона мира среди профессионалов К1 Россию будет представлять Полина Петухова из Чебоксар. Перед боем чувствую концентрацию. То есть весь остальной мир как будто бы исчезает. Остается только бой. А после боя – это уже такое обличение. И такое расслабление психологическое. Если удалось реализовать все задачи, которые, например, тренер ставил, то чувствуешь удовлетворенность, какую-то гордость. Ее соперница – Карина Чеплинская. Она представляет Республику Беларусь. Быть бойцом – это, наверное, не только выступать в бенге. Это вообще, наверное, состояние, ну, вообще внутреннее состояние. То есть и кикбоксинг – это, наверное, просто способ это выразить. Поединок по кикбоксингу состоится во время профессионального турнира единоборств 19 августа на ринге перед сценой на Красной площади Чебоксар. Милиана Алексеева, Игорь Сверев, Республика. В рамках суперфиналов чемпионатов России по шахматам, которые пройдут в Чувашии в сентябре, впервые пройдет гран-при по шахбоксу. Его участниками станут четыре сильнейших спортсмена. Среди них представитель Чувашии Дмитрий Прокопьев. Как он готовится к предстоящему соревнованию, подсмотрела Милиана Алексеева. Шахбокс представляет собой соединение в одно целое таких видов спорта, как шахматы и бокс. Он ломает стереотипы. Боксеры показывают свои умения в шахматах, а шахматисты выходят на ринг в боксерских перчатках. Дмитрий Прокопьев с детства увлекается шахматами, вольной борьбой с семи лет. А в бокс пришел, будучи учеником восьмого класса. Тем он интересен, этот вид спорта, тем, что нужно перенастроиться. Это не так просто, там вышел боксируешь на бам-бум, нужно еще и головой думать. То есть, хорош он тем, что мы можем думать не только там, как бить, но и как, в принципе, ход игры построить благодаря доске и шахматным фигурам. То есть, здесь очень хорошо интеллект работает. Тренировки 24 на 7. Правильная техника, борьба с сомнениями и страхами. Успех спортсмена зависит и от того, как настраивает его тренер. Федерации бокса Чувашской республики провел отбор. Из интеллектуальных спортсменов у нас, боксеров, вот, Дима вышел победителем. То есть, он выиграл эту путевку достойно. По боксу он является перворазрядником. Он боксирует интеллектуально. У него постоянное движение. То есть, он не просто боксирует, а постоянно перемещается. Покорять черно-белую площадку Дмитрию помогает Ангелина Козлова. 13-летний тренер уже добилась больших высот в шахматах. Мы проходим на практике. Сразу получается, как в самом шахбоксе будет 2 минуты бокса и 4 минуты шахмат. Я думаю, что у него все получится. Надеюсь на это. Кстати, Дмитрий сам уже год как тренирует детей. Учит приемом бокса и кикбоксинга. У нас тренер очень хороший, добрый. Мы начинаем тренировку с разминки, а потом уже боксируем. Уже через месяц конкуренцию в шахбоксе Дмитрию составят титулованные бойцы из Башкортостана, Кабардино-Балкарии и Челябинска. Состязание пройдет 17 сентября. Милиана Алексеева, Георгий Кривошейн, Республика из Вурнар. Таковы главные новости Республики в четверг 18 августа. Оставайтесь на Национальном телевидении. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин